Привет, друзья! Как нагнать себе хорошее настроение, знаете? Ну, допустим, вам плохо, допустим, у вас такое состояние, и поэтому многие люди, они вот, когда у них возникает какое-то неприятное, обычное состояние, когда они хотят оттуда выйти, а внушаемость и самовнушаемость – это великая вещь. Вот смотрите, особенно если соединять желаемое состояние с пиком напряжения, ну, например, вот так, смотрите, раз, два, раз, два, ну, пик напряжения создаёте, ещё создаёте, ещё создаёте, а потом делаете хлёст, делаете хлёст, 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 потом делаете шёлтая болтая, шёлтая болтая, хотите вот так, хотите вот так, как вам удобнее, подбирайте, подбирайте как удобнее, потом делаете вис назад, прогнулись немножко до такой степени, когда уже начинает трясти, потому что повторяемые движения снимают напряжение, значит, вы дошли до края, да, и в этом состоянии делаете вот так, И в этом состоянии делаете вот так, и вы заметите, что у вас появляется хорошее ощущение, потому что когда вы на пике напряжения, а потом делаете раскрепощение, соединяете напряжение с раскрепощением, в конечном счёте вы обнуляетесь и выходите на такое спокойное, лёгкое состояние. А помните упражнение, которое называется «Игра в космонавта»? Это когда вы представляете, что вы в кабине космического корабля летаете в невесомости, просто имитируете это. Если у вас нет невесомости, вы играете в космонавта, имитируете это. Вот так, вот так, что вы летаете, летаете, и когда вы соединяете воображаемое действие с движениями, происходит синхронизация. То есть, соответствие между действиями, представляемыми, вызывает это состояние. Согласование происходит. Так вот, ещё раз делайте вот так, а теперь я вам скажу, что такое антистрессовая подготовка. Это превентивное повышение средств устойчивости к предстоящим будущим ситуациям. Допустим, вы волнуетесь перед экзаменом, или перед боем на соревнованиях, или ещё где-то. Превентивно, несколько вечеров. Представляя себе эту ситуацию, если у вас растёт напряжение, если вам страшно, вы сразу делаете хлёст. Это превентивное, это домашняя работа. Это из синхрогимнастики по методу ключа. Потом опять представляете себе ситуацию, и опять делаете какое-то повторяемое движение. Или это, или плавательное. Вот вы плаваете, или играете в теннис, или бой с тенью делаете. Ну, то, что вам хочется в этот момент, то, что организм подсказывает. А при этом, при повторе несколько раз этих действий, при воображаемой неприятной ситуации, экзамен, бой там, или какая-то важная встреча, когда вы сочетаете вот эти приёмы ещё с приёмами левитации. А как это левитация? Вы играете в космонавта, или делаете идеомоторные, рефлекторные приёмы. Представляете, что руки расходятся, немножечко им помогите, раз, и они пошли. Или представляете, что рука всплывает, при этом легко покачиваетесь. Делаете такое покачивание, которое вам приятно. Потом садитесь, пожалуйста, всё это сделали. Представьте себе, что вы на волне. Ну, то есть, подбираете приятное действие. Одновременно можете делать дирижёра, да, или плавательные движения, или рисуете, воображаете, что вы на холсте рисуете что-то. Да-да, делайте вот так. А потом сядьте и вообще отпустите себя. Вы делали пик напряжения, расслабление, раскрепощение. Видите волнообразный процесс, да? А теперь такой волнообразный, волна. Да, делайте волну. Ну, соедините переживания с колебаниями. Колебания надо делать такие, какие вам приятны. Да, и думайте, о чём думается. Это называется выпустить пар. Итак, задумывались, такое приятное состояние. И в процессе всего этого происходит комплекс характерных ощущений. Кто не доспал, появляется сонливость. У кого накопили слёзы, но не выраженные, пойдут слёзы, кто-то начинает звать, кто-то начинает дрожать. Подрожите. Это подсказки тела. Это же тоже повторяемое движение. Они снимают напряжение. Вы представляете, вот если вы такую антистрессовую подготовку делаете перед экзаменом, перед боем, перед соревнованиями, перед встречей с важным для вас лицом, перед свиданием, которое вас волнует, то вы постепенно успокаиваетесь, и потом у вас возникает такая внутренняя уверенность. На самом деле происходит уверенность, что всё у вас получится, если вы несколько дней, в удобное для вас время. Вот это всё поделаете. Это такой алгоритм, который поможет вам выходить на чувство уверенности, что у вас всё получится. Почему не получится? У всех получается, кто это делает? Почему у вас не получится? Это закономерные вещи. Они действительно вызывают такие причинно-следственные связи. Это такая логика, логика в механизме этих действий, что хотите вы или не хотите, верите вы в это или не верите, и у вас всё получится. Конечно, получится. Конечно, получится. У вас всё получится. И страхи снимутся, и тревожность снимется, и появится приятное, хорошее состояние. Вы выйдете из суеты, из страха, из стресса, на состояние обнуления нуля, когда возникает состояние безмятежности. И вы сидите, и вы понимаете, а почему нет? Конечно, всё получится, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие обстоятельства. Это не зависит от того, верите вы в это или не верите. Это приёмы нейрокибернетики, которая основана на обратных связях, между действиями и состоянием. Да, друзья мои. И не забудьте этот комплекс характерных ощущений. Если хочется плакать, плачьте. Если хочется смеяться, смейтесь. Если хочется дремать, надо дремать. А если после этого хочется даже спать, надо спать, а не дрова колоть. А помните Челентано, когда он нервничал в этом великом фильме? Дрова колоть. И поэтому, если у вас появляется желание делать такие повторяемые движения, делайте такие. Делайте любые повторяемые движения, которые вам хочется сделать. Это называется антистрессовая подготовка перед важной или какой-то кризисной для вас ситуацией. Я знаю, что вы меня поняли. До встречи, друзья.